Он всегда интересовался историей. Дмитрий Рыбель закончил исторический факультет тогда еще педагогического института и остался в стенах Альма-Матер. Поднакопив багаж знаний, собрал единомышленников и организовал клуб военно-исторической реконструкции и моделирования. Реконструкция – это хороший шанс почувствовать дыхание истории, мертвые уже истории, но понять, как она… понять ее, вернее, на своей шкуре. За 13 лет соклубники организовали не один десяток показательных сражений. Каждый год 3-4 крупных мероприятия. Самое масштабное – в июле. Реконструкторы съезжаются со всего Дальнего Востока и на несколько дней забывают о прелестях современного быта. Вы выезжаете на природу с товарищами, одеваете на себя средневековую одежду. Вы чувствуете, как это на себе. Вы можете примерно представить, как жили ваши предки. Виталий – реконструктор со стажем. Он вместе с Дмитрием стоял у истоков Скара-Регис. Говорит, на фестивалях правила для всех одинаковые. Современных вещей не должно быть видно. Собираюсь озаботиться именно о реконструкции очков. Они, конечно, на 11 век еще не были, но с 12 века уже использовали вовсю. Летом королевская дружина, так переводится Скара-Регис с латыни, вовсю оттачивает навыки военного мастерства. Зимой рыцари почищают мечи, укрепляют доспехи. В общем, готовят к делу обмундирования. Мы в этих вещах не просто ходим, мы в них сражаемся, пытаясь понять, как тогда все это функционировало. Ну, не до убийства, конечно, но с определенными такими экспериментами. И кольца вылетают, вот можно видеть дыры. То есть человеку попали в ногу мечом, видимо, кольца вылетели. И практически приходится это щенять. Экспериментальная археология – занятие в большей степени мужское. Однако есть и девушки, которые серьезно увлекаются реконструкцией. Анна уже 11 лет примеряет на себя образ средневековой женщины. Безумно интересно высечь огонь. Очень интересно пожить в шатре, в палатке. Посмотреть, как ткань обычная, не пропитанная, ничем не синтетическая, держит ветер, холод, снег. Этот ткацкий станок появился в клубе специально для Анны. Она воссоздает ткань, после, опираясь на исторические источники, шьет наряды. В кардеробе дизайнера-реконструктора пять собственноручно шитых платьев. Когда ты стоишь у станка и твешь, где-то идет 5 сантиметров в час. При ширине ткани 45 сантиметров на рубашку надо где-то около 6-7 метров, чтобы на меня пошить рубашку. С учетом того, как она снимется, еще будет усадка ткани. То есть она будет еще уже. Порядка 10 метров надо будет заткать на рубашку. Женский образ всегда дополняет украшения. По их количеству можно было определить социальный статус девушки. Две-три бусины – значит бедная женщина. Если я одену все эти бусины на себя разом, я буду считаться в статусе очень богатой и явно замужней девушки. Беден твой образ или богат – этот вопрос мало интересен на исторических фестивалях. Пока мужчины сражаются на поле боя, женская доля – обустраивать быт и поддерживать уют в жилище. Виктория Сарада, Антон Войцеховский, Телемикс.